Дмитрий Анатольевич Емельянов Перед нашей с вами Родиной стоит очень серьезный вызов, а именно качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем. Это термин, введенный из определенного направления, который связывает современные методы переработки и освоения, а также эффективного ресурса пользования, а также в свое время переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики. Если мы с вами посмотрим на становление человеческой цивилизации, то можем понять, что приблизительно несколько веков назад первоначально человек использовал в качестве основного энергоносителя древесину. Как только началось успешное освоение залежей угля, рост потребления энергоносителей увеличился за последние 70 лет. Вот здесь хочется сказать, что в начале 20 века, приблизительно в 1910-1920, говорили, что новая отрасль, в частности добыча нефти, она полностью уберет именно такой ресурс, как уголь. Однако, как видно на диаграмме, это не так. Следующий рост за 50 лет способствовал именно развитию нефтетехнологии, появились новые методы добычи, произошел очень существенный рост. И, как вы видите, возросла роль гидроэнергетики, газовой энергетики, а также уже после 80-х годов стремительный рост атомной энергетики. Необходимо отметить, что основные типы энергоресурсов начинали использоваться по мере освоения новых технологий. В частности, это были и механизации процессов обработки, это были создание новых типов энергопотребителей по типу парового двигателя. Если посмотреть на текущий график, что добыча угля именно очень сильно спровоцировала, так сказать, развитие в области паровых двигателей. Дальнейший рост с использованием уже нефти как таковой, привод к развитию двигателей внутреннего сгорания. И последующее уже взаимодействие с атомной энергетикой, начало такие процессы, как добыча нетрецидиционных источников, каких-либо альтернативных других видов источников, переработки биосырья. Некоторые технологии в геологоразведке, геологодобыч, такие как 3D и 4D сейсмика, позволили также оценивать характер и содержание нефти в определенных пластах. И, как вы уже видите, с начала 90-х годов очень усиленное развитие получили такие тематики, как электромобили, произошла коммерческая добыча сванцевой нефти и газа. Однако, к сожалению, несмотря на стремительный рост различных альтернативных источников энергии, прогнозы неутяжительные. К сожалению, нам не хватает энергии и ввиду процессов урбанизации, роста экономики некоторых государств, дальнейшее энергопотребление будет лишь только усиливаться. Однако требуется, чтобы освоение этих энергоносителей приводило к меньшим выбросам СО2. Но, в частности, даже сегодня, на настоящий момент, значительное количество угля, к сожалению, лишь сжигается для предоставления и создания тепла и некоторых других видов переработки. Технологии, которые позволят повысить эффективность использования энергии, все равно нужно будет больше, даже на 25-35%. Если мы посмотрим на диаграмму распределения источников энергии, то мы увидим, что очень многое уходит на транспорт, очень многое уходит на нефтеперерабатывающую отрасль. Большая часть энергоресурсов, конечно, в частности, в нефтяном секторе не подвергается горению, в частности, в двигателях внутреннего сгорания, а используется для создания новых видов покрытий в строительстве. Если мы посмотрим на некоторые регионы, то увидим, что очень многие страны активно потребляют различные виды ресурсов. И если посмотреть на график справок по источникам энергии, то становится заметно, что после 2010 года возрастает роль именно альтернативных источников и возобновляемых источников энергии. На текущем слайде представлены некоторые распределения по типам ресурсов в различных секторах, в индустриальном, на генерацию электроэнергии, на транспорт. Опять же, проведено распределение по странам, из которых видно, что очень значительную роль играет Китай и, соответственно, остальные страны Евросоюза и также ряд некоторых других стран. Как мы можем видеть, прогнозируемый к 2040 году график предполагает уже использование солнечной энергии, энергии ветра. Очень важную роль уделяются ядерной энергетике и очень большая уделяется природному газу. Однако потребление угля значительно меньше. Какие первичные источники энергии мы имеем на сегодняшний день? Это нефть, природный газ, уголь, некоторые виды ядерного топлива, ветер, солнце, современные тенденции именно это по развитию биотоплива. Динамика изменения первичных источников энергии 2030-40-х годов представлена на слайде. Все-таки очень сильно у нас сейчас развивается направление, связанное с альтернативными источниками. Необходимо отметить, что соотношение между альтернативными источниками энергии очень интересное. В плане того, что предполагается, что к 40-му году водородная энергетика, ядерная энергетика и гидроэнергетика будут использоваться значительно выше. Вот эти 11% кажутся, конечно, очень незначительными. Однако это по факту 11 наших с вами стран. Ну, в данном случае России. Однако планируется использование меньшего количества полезных ископаемых, в частности, нефти и газа. Прогнозы потребления также представлены на графике. Текущие условия очень хорошо сопоставимы с предполагаемыми. То есть это и атомная энергия, и твердое топливо, газовое топливо, и жидкое топливо. Ну, именно источник РАН прогнозирует такие прогнозы. Тем не менее, перед нами стоят некоторые глобальные задачи, о которых я уже упоминал. А это именно эффективное и бережное использование ресурсов нефти и газа, технологии добычи 300 или трудноизвлекаемых запасов, в частности, нетрадиционного характера. Это у нас сланцы, тяжелые нефти, битумные нефти. Очень важное влияние уделяется переходу от угля, потому что уголь, как мы с вами знаем, при его горении образуется углекислый газ, который оказывает влияние непосредственно на экологию. И оказывает непосредственно влияние на экологию с использованием парникового эффекта. Соответственно, также стоит вопрос перехода от полезных ископаемых возобновляемой энергетики, то есть это новые методы переработки биомассы, то есть это природного сырья, например, биотоплива, биодизель. Очень знакомые нам из многих отраслей науки вещи, но, тем не менее, в России, к большому сожалению, это направление развивается сейчас слабо, однако научные работы проводятся очень интенсивно. В частности, вот эти глобальные задачи, все они направлены на стяжение выбросов углекислого газа, появлению нового типа энергоносителей по типу жидкостных носителей молекулы водорода. То есть традиционное представление о водородной энергетике – это у нас топливные элементы, в частности, это такие сеточные металлические материалы, пористые, внутри которых за счет некоторых химических и физических сил способны существовать молекулы водорода, которые в дальнейшем при нагреве способны попадать в камеру сгорания какого-либо устройства, в данном случае, конечно, двигателя внутреннего сгорания. Также немаловажным аспектом и направлением является освоение сырьевых запасов нефти-газа в приарктическом шельфе. Это очень трудная задача, сейчас она активно также решается. Ну и последний немаловажный элемент всей данной таблицы – это развитие ядерной энергетики. Современные условия показали, что даже после Чернобыльской аварии все равно существует ряд особенностей при использовании ядерного топлива. С каждым годом они только усложняются, тем не менее, дальнейшее совершенствование этих методов требуется. А также важным вопросом состоят способы переработки отработанного ядерного топлива, или как любят называть в учебниках – ОЯД. То есть существует несколько методов хранения такого топлива, это сухое и мокрое. То есть перед тем, как вообще ядерное топливо из реактора захоронить, его стараются максимально дезактивировать, и тем не менее в дальнейшем помещают специализированные пеналы, которые помещаются сначала в бассейн выдержки, потом эти пеналы помещаются уже в непосредственно земляные хранилища, и храниться они будут очень-очень долгое время. Тем не менее, откуда брать нам энергию вот в современных условиях? В Соединенных Штатах Америки произошло в 90-х годах еще очень важное явление, такое как сланцевая революция. Оно вам всем известно, то есть это добыча так называемой сланцевой нефти, сланцевого газа, а также в соседствующей стране, в Канаде, также произошла революция по переработке битумных песков, в частности в Келгари. На настоящий момент видно, что доля нетрадиционных источников, в частности тяжелой нефти и битумной нефти, оно потихоньку возрастает. Революции, конечно, обусловлены развитием технологий гидроразрыва пласта и технологии бурения горизонтальных скважин. Ну вот здесь на рисунке показана именно технология ГРП, его нефтяники очень любят так называть. То есть она представляет из себя закачку в непосредственно скважину газа, этот газ под давлением туда нагнетается, и в какой-то момент туда такой патрон вставляют, который происходит детонация. Однако такой вид обработки, он характерен в основном лишь для трудных типов коллекторов. Сейчас же и в Китае начинает проходить абсолютно аналогичная революция, то есть КНР в данном случае проводит очень усиленную разработку трудноизвлекаемых запасов. Это немаловажно, потому что в настоящий момент практически все традиционные ресурсы Китая, в частности легкой и средней нефти, они исчерпаны. То есть сейчас уже идет очень трудная переработка. Но это что касается именно тяжелой нефти. Ее в современных условиях добывать достаточно дорого и трудно. В частности, ее дороже даже перерабатывать, чем добывать. То есть здесь очень сложный процесс. Термическое воздействие, самоизвлечение, обработка, транспортировка, лишь только потом переработка. Однако существует некоторая альтернативная технология, которая позволяет создавать небольшой маленький нефтеперегонный завод непосредственно внутри пласта. В частности, эта технология называется внутрипластовое горение. Она предполагает использование в качестве основного реагента всем нам доступный воздух. То есть под землю с использованием специализированных компрессоров закачивается воздух либо водяной пар. Ну, в случае водяного пара это, конечно, немного другой вид технологии, но они чем-то схожи по мере реализации. Тем не менее, воздействие температуры благоприятно влияет на тяжелую нефть. Она облагораживается, то есть изменяются ее физико-химические свойства и изменяется ее состав. В частности, в ней начинает появляться больше фракций. Конечно, часть нефти сгорает, однако тепло, генерируемое пластом, позволяет увеличить такие важные параметры, как внутрипластовое давление, температуру, создать, увеличить показатели пористости. Именно вот эти основные преимущества именно технология ВПГ и имеет. А немаловажным, самым важным является экологичность данной технологии. Почему? Потому что, как бы это нефтологично звучало, в тяжелой нефти наблюдается большое количество тяжелых металлов. Они находятся в виде солей, в виде ионов, которые способны обладать канцерогенным действием. Соответственно, при традиционных методах нефтедобычи тяжелых углеводородов применяется метод водовытеснения, либо используется метод полимерного заводнения. Тем не менее, благодаря присутствию воды, тяжелые металлы способны дефундировать поверхности и отравлять, соответственно, прилегаемую землю, что неблагоприятно сказывается на экологической обстановке региона. Технология же ВПГ предполагает окисление этих солей и металлов в инактивные оксидные формы. И уже они остаются непосредственно в пласте, они никуда не дефундируют, они практически нерастворимы. И таким образом экологичность обработки месторождения повышается. Также следует отметить, что метод ВПГ способен применяться и уже для законсервированных скважин, то есть те, которые были уже закрыты в принципе. Тепловое воздействие благоприятно на это влияет. Также хочется отметить, что тяжелая нефть по своей структуре ведь является нефтью самой молодой. Процесс нефтегенерации достаточно сложен. Изначально происходит седиментация, то есть отложение органических соединений, дальнейшее оседание этих органических остатков каких-либо под землю и по мере движения сквозь почвенный слой, то есть и бактериальный слой, за счет как раз-таки воздействия бактерий происходит модификация этого органического остатка и образуется вещество, которое в литературе и в науке называется керогеном. Далее этот кероген все глубже и глубже погружается именно в слой земли и разрушается под действием температуры. Чем ближе к ядру мы идем, тем выше температуру мы имеем, тем также выше давление, которое у нас оказывает непосредственно земля на месторождение, ну в данном случае отложение. И таким образом, по мере оседания, небольшие кусочки молекулы начинают просто вылетать из этого керогена и подниматься к поверхности. А допустим, за многие миллионы лет было море. Море осушилось, образовался соляной слой. И наши с вами маленькие фрагменты нефти, они задерживались этим слоем. И таким образом образовывалось месторождение. Конечно, в действительности процесс нефтегенерации в разы сложен, он включает около 7-8 стадий этого очень трудного явления. Но, тем не менее, раньше, еще в начале 20-го века, еще когда только-только зарождалась нефтяная отрасль, еще Менделеев говорил, что топить нефтью все равно, что топить ассигнациями, ну или акциями и бумагами, то есть на современный лад. Менделеев уже видел потенциал именно нефти, который потом разделяется на фракции и используется везде в нашей с вами повседневной жизни. Ну, в частности, телефоны, полимерные покрытия, все, что сейчас мы видим, это очень долгий путь становления именно нефти. Но, тем не менее, существуют еще и некоторые другие виды альтернативных источников. О них я немного расскажу далее. Собственно, на слайде представлена вот эта технология внутрипластового горения по мере разрезов в пласте. То есть имеется нагнетательная скважина, в которую помещается воздух, имеется зона горения. Вот эта зона называется в литературе пятка-нога. То есть, ну, если посмотреть, это очень похоже на человеческую в данном случае пятку. По мере движения вот этого теплового фронта у нас происходит разогревание всего пласта. Ближлежащая нефть, она у нас разогревается и облегчается. Таким образом, это позволяет нам увеличить дебет, увеличить коэффициент нефтеизлечения. Ну, хочется, конечно, отметить немаловажный аспект, связанный с выбросами углекислого газа. Как вот видно, в Китае сейчас преимущественно используется, к большому сожалению, именно уголь. То есть, перспектива, конечно, его замещения сейчас этим государством рассматривается. Ну, видно потихонечку, что все равно от угля начинают отказываться, потому что именно он у нас вносит основной вклад в выбросы СО2. Тем не менее, в современном мире уже существуют и альтернативные технологии углеводородного характера. В частности, это методы транспортировки, хранения природного газа. То есть, нефть, собственно, зарягает вместе с попутным нефтяным газом, который состоит преимущественно из метана, этана, пропана и в очень небольшом количестве бутана. Соответственно, этот газ может существовать в нескольких формах. В газообразных формах он может находиться в подземных хранилищах газа в качестве удерживающего компонента. Как раз вот написано здесь salt caravans, это английский термин, то есть соляная полость. Газ также может существовать в виде в нашем традиционной газообразной форме, в баллонах. Его также можно сжижить, то есть, наш газ станет именно такой жидкостью. И вот современная тенденция, которая набирает обороты, это твердые формы газа, в частности, природные газовые гидраты и уже специфические неорганические соединения, которые способны этот газ удерживать. Циолиты, силикогель, металлоорганические, какие-то специализированные комплексы. Вот что из себя представляет по сути этот газовый гидрат. Конечно же, как я уже отмечал, для добычи нефти в приарктическом шельфе тематика гидратообразования тоже является ключевой. По мере вскрытия пласта и по мере изменения давления наш с вами газ начинает подниматься к поверхности. Однако нефть залегает совместно с водой. Нефть с водой способна смешиваться за счет специализированных таких веществ. Ну, каждый из нас видел когда-нибудь моющее вещество, поверхностно-активное вещество, которое способно эмульгировать, создавать некоторую эмульсию нефти. И по мере движения к верху скважины у нас с вами образуется вот такая вот пробочка. Это называется гидратная пробка. Она будет препятствовать движению жидкости, она приведет к остановке добычи скважины и потребуется специфическое воздействие химических реагентов и, как следствие, уже остановка процесса нефтедобычи, что немаловажно. Как же можно предотвратить образование гидратов? Существует несколько таких методов. К ним относится как и влияние на физико-химические параметры, в частности, традиционные методы с использованием метанола, который не является экологически безопасным. То есть существуют также кинетические ингибиторы, которые способны влиять на характер, скорость изменения, роста вот этих маленьких гидратных форм. Соответственно, преимущественно ингибиторов, они должны быть эффективны в водогазовых системах, не зависит от обводненности, должны быть стойкими к температуре. Существуют также подразделения, ингибиторы низкой дозировки, антиагломератные присадки и так далее, и так далее. Ну вот, к ним предъявляются определенные требования, в частности, к кинетическим. То есть, они должны иметь некоторые активные центры, они должны быть дешевые, они должны быть хорошо растворимы в воде. В частности, одним из самых успешных, и который синтезировал нашу лабораторию, является определенная структура, которая называется пенополиуретан. Это такая молекула очень интересная, она обладает очень интересным воздействием с той точки зрения, что она уменьшает время, на которое гидрат может образовываться. То есть, он образуется как и в условиях отсутствия, например, перемешивания, так и при перемешивании. Но я об этом сейчас расскажу более подробно. С точки зрения экологии, такие кинетические ингибиторы не должны быть токсичными. То есть, метод образования гидратов очень прост. Он очень интересен с той точки зрения, что стоит нам налить жидкость, стоит нам пустить газ, в частности, например, метан, и нам просто необходимо подать давление. И в данном случае начать уменьшать температуру. В какой-то момент времени мы с вами увидим вот эти ледоподобные вещества. В частности, если рассматривать наш слайд, то вот здесь показано, что перемешивание очень благоприятствует именно образованию гидрата. Если мы будем проводить такую процедуру без использования перемешивания, у нас будет, конечно, очень долгий процесс именно самого гидратообразования. Если же мы начнем это делать периодически, то есть вот у нас есть условно сосуд, в нем вода, в нем газ, мы подали давление достаточно высокое, например, 100 атмосфер, понизили температуру до 5-4 градусов, и у нас произошло падение этого давления и образование вот такой кристаллической структуры. Между прочим, надо сказать, что она поддерживает горение. Как только мы сняли давление с нашей вот этой ячейки, гидрат начинает очень быстро разрушаться. Если в этот момент времени к нему поднести зажигалкой, то можно увидеть вот такое синее свечение или, как его по-другому называют, горящий лед. Вот эта фотография была сделана уже в институте Paris Tech, это во Франции. Наша лаборатория очень активно сотрудничает с мировыми лабораториями по всему миру, которые изучают это явление. Здесь вот видно, как этот гидрат образуется в небольшой вот этой стеклянной амболке. Это на слайде представлены примитивные структуры традиционно используемых кинетических ингибиторов, однако они сложны по методу своего синтеза и не всегда бывают эффективными. Их названия ловикап и пивикап. В случае добавления ингибитора ингибирующие действия заключаются в пенообразовании. То есть в данном случае наше вещество за счет интенсивных процессов пенообразования способно тормозить рост кристаллов газового гидрата. Это вот видно на слайде, что вот эта мешалочка, она покрыта именно льдом, это именно газовый гидрат, если мы поднесем зажигалочку, мы увидим, как он горит. И видно, что здесь абсолютно структура, она у нас плотная. В случае использования такой же системы с ингибитором, у нас внутри структуры такая пена образуется, которая препятствует этому образованию. Несмотря на отрицательное влияние на добычу гидратов для приорктического шельфа, существует также направление, которое связано с хранением газа. в частности, это промоутеры гидратообразования или те вещества, которые способствуют образованию таких видов структур. Это очень интересно с той точки зрения, что газовый гидрат может вмещать в себя больше газа, чем, например, традиционная сжиженная форма. То есть, молекул газа становится больше. Конечно же, гидраты имеют очень сложное строение с той точки зрения, что они могут быть как смешанными, так и единичными. В частности, смешанные гидраты обладают иными свойствами, которые по своим характеристикам очень отличаются. Тем не менее, вот метод хранения в гидратной форме, чрезвычайно безопасен, необходимы умеренные условия для хранения, а и процесс гидратов и их образования является экологически безопасным. Существуют уже на настоящий момент пилотные проекты, связанные с созданием газа и хранением газа в гидратной форме. В частности, в Японии компания Митсу производят некоторые манипуляции с этими гидратами и получают вот такой пилет или форму, которая является именно газовым гидратом в некоторой степени стабильным во времени. Для методов хранения и транспортировки существуют две основные проблемы. Это медленный рост образования гидратов и также неполное превращение метана именно в гидратную форму. Как это можно решить? С использованием кинетических промоутеров и термодинамических промоутеров. То есть в качестве таких основных промоутеров можно привести всем хорошо известный желатин и некоторые виды специализированных поверхностно-активных веществ. Тем не менее, несмотря на очень серьезные вопросы, связанные с добычей нефти, газа, различных видов ресурсов, перед человечеством стоит всегда очень глобальное противоречие, что вроде как энергия и имеет жизненно важное значение для нашей повседневной жизни, потому что необходимо питать механизмы, необходимо создавать электроэнергию. То есть вот этот механизм, он связан непосредственно со всей нашей энергетикой. Тем не менее, нам необходимо уделять внимание вопросам, связанных с экологией, в частности, с образованиями парниковых газов. Экология должна быть чистой, то есть экология должна быть чистой и должна использоваться и добываться чистая энергия для сохранения вида нашей с вами планеты. Для чего же нужны, соответственно, нефть и газ? Это ресурсы, ресурсы различных веществ, материалов, ресурсы для устойчивого развития альтернативной и возобновляемой энергетики. Ну и как Вадим Вадимович Путин его цитата сказал, что мы не должны просто потреблять углеводородное топливо, а использовать его для развития других сфер альтернативной энергии, в частности, ядерной, гидроэнергетики и возобновляемых ресурсов. Благодарю вас за внимание. Хотел бы выслушать ваши вопросы, потому что тематика энергетики она очень большая. Да, конечно. Что? Это использование статистических некоторых моделей из Российской Академии наук. У них имеется аналитическая база, которая по мере развития определенных отраслей способна прогнозировать рост или потребление. То есть сноски именно и графики из этой структуры берется. Академия